В коллекции наших сувенирных игрушек пополнению в этом году у нас кролик. Мастер-класс кроличья норка входит в новогодний курс, и я могу уже показать результат, который у нас получился. Девочки, кто хотел приобрести, с большой радостью объявляю, что мастер-класс выводится сейчас из курса. Он полностью готов, фото, схемы все, все находится на учебной страничке, видео, живых онлайн-записей, то есть все это есть. Вы можете приобретать и создавать уникальные изделия в подарок себе, может быть. Мастер-класс интересный в плане того, что в принципе по материалам мы придерживаемся все тех же материалов, что были в предыдущие года, то есть вот то, что мы коллекцию собираем, тоже здесь участвуют. Первое, это шерсть, то есть в принципе все то же самое, с чем мы и работали. Единственное, я немножко технологию изменила, немножечко поинтереснее, наверное попроще стало. Девочки подхватили и к концу у нас наших мастер-классов уже, по-моему, восемь кроликов уже есть. Единственное, что у нас основы не все еще сделали. Может быть будут такие основы делать, может быть что-то другое будет. Это уже на усмотрение тех авторов, кто будет создавать крольчат. Вот, и также я обращаю внимание на то, что у нас сувенирное изделие немножко приобретает другой вид. Если раньше мы ставили просто на подставку фигурку, то сейчас у фигурки есть такая атмосферная основа, основа, сугроб, еловые веточки покрыты тоже снегом, то есть это такая снежная норка, где вот наш кролик находится, отдыхает. Вот, сейчас я его покажу вам. Секундочку. Ну, кролик не крепится, кролик просто вставляется, кладется в основу, то есть тут не нужно его закреплять, он такой, ну, передвижной. То есть захотели его, взяли, вытащили, куда-нибудь поставили. Можно положить, можно посадить. Ножки, ручки, там, лапки верхние, нижние, движение ушек. Ушки можно как угодно поставить, как вам, ну, понравится, то есть они двигаются. Лапки не двигаются, они статичны. Но, в принципе, они расположены так, что наш кролик, он имеет какой-то такой более живую форму. И если мы посмотрим, то есть видно, ну, ощущение такое, что он на самом деле вот в таком, в подвижном состоянии находится. Глазки блестят, за вами наблюдают. То есть кролик получился, фигурка сама получилась не просто кукольная, но такая вот забавная, живая, со своим характером. Так, давайте теперь покажу основу. Что касается основы. Начну с того, что сугроб, в котором у нас лежит наш кролик, он сделан по форме, по фигурке. И когда мы фигурку вкладываем, то, в принципе, она у нас там плотненько встает, никуда не падает. Она, ну, лежит очень хорошо в основании сугроба. То есть крепить её не нужно, что облегчает, как бы нам и можно и вытащить, можно и куда-то поставить кролика. Можно там, не знаю, походить с ним, пофотографироваться и так далее. В ручках подержать. Вот. И как бы есть у кролика и место для отдыха. Это вот заснеженная такая вот основа. Сейчас я покажу все веточки. Вот. Она на самом деле смотрится очень так снежненько, очень объёмненько. Возможно, там подарочки какие-то даже положить, придумать. Вот. К основе бонуса мы делали морковку. Но морковку в данном случае я в свою композицию не ставила. Но девочкам на мастер-классе объясняла, куда можно её пристроить, каким образом положить. Какие-то свои идеи. Также вот такие морковки можно сделать, как декор на вашу домашнюю ёлку в интерьер. То есть, если вдруг вам... Ну, вы захотите технически, можно её повторить и сделать. Вот. Но пока вот она у меня просто так вот никуда не вставляется. Что касается кролика, как я уже говорила, здесь у нас используется также шерсть, как и в других игрушках данной коллекции. Она более мягкая по сравнению с предыдущими. И покрытие, конечно, можно даже поиграть с ним немножко. Но деткам как бы совсем маленьким не давайте, потому что там детки из любой вещи могут сделать тряпочку. Поэтому интерьерные игрушки желательно маленьким деткам не давать. Вот. А так подержать можно, походить можно. Шерстка не скатывается. Шерстка хорошо, как бы, ну, механические воздействия выдерживает, влагу выдерживает. Здесь же мы делали на кролике тонировочку. Всё, видите, там хорошенькие такие лапки приятненькие, носик. Вот. Можно посмотреть ушки розовенькие. То есть у нас здесь и тонировочка была. Такое изделие у нас получилось. Мастер-класс называется, ещё раз скажу, кроличья норка. Потому что у нас есть, у данного кролика есть своя норка, где он с удовольствием ляжет отдохнуть, на вас посмотреть из своего укрытия. Вот. Ну и данная кроличья норка у нас, возможно, напомню, что её возможно приобрести сейчас с небольшой скидочкой. Вот. Такая вот красота у нас получилась в этом году. Субтитры делал DimaTorzok